Приветствую! Хочу поговорить о такой вещи, как финиш рукояти. В первую очередь рукояти, но и параллельно с этим в любом случае не сможем не затронуть финиш клинка. Титан, как люксовый и достаточно выгодный и распространенный материал для изготовления рукоятей, все больше и больше завоевывает ножевую сферу. И очень много ножей уже делаются из титана не премиальных, а даже самых обыденных. И пускай некоторые из этих самых обыденных ножей используют, ну скажем так, очень дешевые титаны, или там максимально дешевые титаны, сплавы там, где неизвестно чего больше титана или алюминия, но даже относительно доступные ножи используют вполне себе приличные титаны. И это интересно. И теперь чаще всего, на самом деле, встречаются на титане, либо, ну если не брать анодирование, да, естественно, на титане чаще всего встречается либо стонвош, либо пескоструй. Ну, скажем так, да, это можно называть по-разному, но под пескоструем в данном случае я представляю однородное, матовое, такое светло-серенькое покрытие, которое, на мой взгляд, самый большой провал при принятии решения, какой финиш делать при производстве ножа. То есть, ну, пескоструй бывает, конечно, разный по технологии, по телам, которые, ну, грубо, по песку, да, по, наверное, длительности, давлению, с которым в установке это все делается и так далее, но практически весь пескоструй, неважно, дешевый на дешевой копии китайской или дорогой на ривовском ноже, это оригинальная Сибенза, это неважно, важно что? Важно то, что он царапается, он действительно царапается и он пачкается. То есть, дело в том, что вот у этой Сибензы, например, она приходила в стол нож как раз-таки плашек рукояти и клипсы, под клипсой вот здесь весь пескоструй был синим, в прямом смысле этого слова он был синим. Почему? Ну, а джинсов? Это все из-за того, что влага, пот, дождь или что-то, джинсы, краска, и все это въедается в пескоструй. Почему? Понятно почему, потому что это, по сути, ну, абсолютно пористое с точки зрения попадания какой-то грязи, да, какого покрытия. То есть, ну, не пористое, правильнее сказать, представляющее из себя, грубо говоря, поверхность наждачной бумаги. Вот, поэтому, ясное дело, там все позастревало. И, естественно, когда пескоструй представляет из себя много-много вершин, да, горные хребты, грубо говоря, один за другим, то вершины этих горных хребтов, они очень уязвимы. И так как это титан, а не закаленная с 90-я до звона, то понятно, что это не напильник, да, все-таки получается. В отличие, там, от стеклянной пилочки, скорее царапается титан. И так и происходит, титан постоянно царапается. Лично меня это не очень сильно беспокоит. У меня есть несколько ножей с титановой рукоятью, и сознательно я покупал ножи с пескоструем на рукояти. Но в целом, в целом, я считаю, что это неудачный выбор производителей. Как следствие, в мастерскую регулярно обращаются с тем, чтобы это поменять. Вот, почему? Потому что, наоборот, Stone Wash титана – это лучшее покрытие, которое есть для титана. Почему? Потому что Stone Wash A делает титан темнее. То есть, оттенок титана становится более темно-серым. И это гораздо, на мой личный взгляд, более благородный оттенок, чем вот эта светлая, ну, как бы, светлая песчаная штука. Вот. Это, во-первых. Во-вторых, титан после пескоструя на самом деле чаще всего достаточно скользкий. А вот после Stone Wash'а он значительно более цепкий. Прямо значительно более цепкий. То есть, вот этот вот маленький, простенький, дешевенький нож, который даже не является копией чего-то конкретного, который мне подарили, он мне очень нравился. И я победил, там, в кавычках, заборол все проблемы, которые с ним были. Ну, в частности, это то, что он раскручивался. У него, там, была проблема с подгонкой, я ее устранил. Здесь один, ну, как бы, одна пара винтов была слишком длинной. И прочее, прочее. Не суть. Суть в том, что он мне очень нравился своей простотой, компактностью, легкостью, при том, что он цельнометаллический и на подшипниках. Однако, при этом, он действительно царапался, и на ощупь он был очень скользкий. Мне это, меня это смущало при работе с ним. Вот. Здравствуй, StoneWash, здравствуй, дорогой. Все, после StoneWash он стал значительно более цепким. И внешне он не поменялся прям принципиально, на самом деле, к счастью. Потому что он мне, в принципе, нравится. Вот. Но, но, как это сказать, но это ощущение, оно в деталях. То есть, если визуально нет такого, знаете, там из серии, ну, там, зеленая рукоятка, желтая рукоятка, да. Или там металлическо-деревянная. Вот. То на ощупь разница именно такая. То есть, именно такая. Он перестал быть скользким. И стал чуть темнее. И мне это очень понравилось. Причем я себе это сделал значительно позже. Много позже. Потому что регулярно приходят ножи для того, чтобы либо просто обновить им StoneWash. Так тоже бывает. Да, кстати. Нет, не покажу. Там раскрытие будет другого секрета. Поэтому нет. Без спойлеров обойдемся. Вот. И достаточно дорогим ножам это сильно идет. И исправить внешний вид ножа вполне, ну, разумно и адекватно. Вот. Человек приобрел себе энзу на вторичке. С достаточно приличными царапинками на рукояти. Благодаря чему она досталась ему достаточно дешево. Ну, мы с вами сейчас прекрасно увидим, что никакие царапины больше в глаза не бросаются. При том, что я их не убирал. Ну, потому что, а что тут можно было как-то это полировать, что ли? Вот. Собственно, вот так. Микарта прекрасно выдерживает StoneWash. Конкретно здесь. Я бы дерево не StoneWash-уал. А вот Микарту, в принципе, можно. Она высветлилась. Она была промаслена. Она стала опять черной, как у Рива изначально. А у него было масло от полировки. Ну, типа, основа полировальной пасты, наверное. Я пропитал маслом. Почернило. Дальше масло впиталось, распределилось. Оттенок стал темным. Но проступила фактура Микарты. На мой взгляд, так выглядит даже лучше, чем просто абсолютно черные накладки. Вот. Ну, это дело такое. Вот. И... Ну, она преобразилась прямо, эта Сибенза. Она стала прямо классной. И опять-таки улучшилась по тактильным ощущениям, по практичности. Вообще огонь. Дальше. Вот такой вот Lion Steel. Здесь стоун вошлось все. Включая клинок. И кроме винтов, да. Sorry, извиняюсь. Здесь тоже я винты, естественно, не трогал. Наоборот, полирнул. А здесь, да. Здесь стоун вошел. Посмотрите, этот нож был скользким. Этот нож был таким, ну, глинцеватым, скажем так. Он, естественно, поцарапался. И заказчик прислал его как раз ровным счетом с тем, что нужно сделать стоун вошь всех деталей. Ну, учитывая, что винты в такой ситуации на самом деле красиво и, как сказать, в одну текстуру с рукоятью бы не получились, я решил их вообще не трогать, чтобы они были, ну, все друг с другом в одном едином стиле. В принципе, маленькие винтики, они стоун вошатся немного хуже. Плюс, если стоун вошить, то вот эта вот гравировка бы тоже немного пострадала. Вот. Но винт, который вот здесь на клинке, я не вынимал. И вот здесь тоже, чтобы они как раз, наоборот, гармонировали со стоун вошенным клинком. И опять-таки, и опять-таки, и снова Lion Steel очень нехило преобразился. Он стал, на мой взгляд, вообще в разы симпатичней. Он стал аккуратней, все царапинки куда-то делись, исчезли. Он не скользкий, просто классный. Просто классный. Вот прям суперский. И теперь нож стал опять-таки восприниматься по-другому. Он был скользким, не очень тактильно приятным лично, на мой взгляд. Стал просто бомба. Просто бомба. И опять-таки, он стал оттенком темнее, благородней. Да, он начал походить на более утилитарную вещь. Но, собственно, хозяин ножа и так использует его достаточно утилитарно. Вот. Что еще я вам хотел бы сказать по этому поводу? И здесь есть очень важный, на мой взгляд, аспект. Я не понимаю, почему делают пескоструй, а не стоунвош. Потому что, в принципе, вот так вот, в принципе, неужели есть большая разница в цене, так еще и в сторону стоунвоша, что, мол, он дороже. То есть, да, я делаю стоунвош, я знаю примерно, ну, расходы на него. Это достаточно, ну, как сказать, то есть, это достаточно расходная статья. То есть, там есть и расходники, и амортизация оборудования, и время, и это грязно, и все такое прочее. То есть, требуется достаточно много потом, ну, во-первых, подготовки предварительно, во-вторых, потом чистки, мытья деталей и прочее, прочее. Но, 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 по-моему, пескоструй, он вообще требует закрытой камеры, там, еще там чего-то и прочего, прочего. И, мне кажется, что в пределах, скажем так, ну, завода, производства, это вообще пофиг. Ну, то есть, как бы, либо так, либо так, но значительно лучше стоунвош. И, я думаю, что здесь все сводится к двум вещам. Первое, у них изначально, что было, они то и используют. Это раз. И два, мне кажется, что, ну, вот это вот, ну, кажется, слово плохое, на самом деле, я предполагаю, что пескоструй, а, может делаться, вот эта текстура может делаться, может быть, как-то химически, я не знаю, ну, вдруг. Потому что я знаю, что есть варианты покрытия клинка, вот это, когда это реально не пескоструй, когда это химически как-то делается, вот эта равномерная матовость. Я не знаю, как, и я не помню, откуда я это помню, вот, к сожалению. Но, тут не это главное. Я предполагаю, что все сводится к тому, что в промышленных объемах, в серии, значительно проще зафиксировать детали где-то, сунуть в камеру с пескоструем, чем по одной потом вытаскивать их из галтовочного барабана или из галтовочной чаши или еще чего-то, вылавливая в галтовочных телах, либо магнитных, либо керамических, либо каких бы то ни было еще. И вот это, я думаю, решающий момент. То есть, иными словами, если по стоимости оборудования и по амортизации оборудования, это примерно одно и то же, наверное, по трудозатратам это совсем другое. И по, ну, как сказать, браку и бесперебойности это другое. Потому что, ну, если какой-нибудь китаец там в итоге не нашел две детальки, забыл об этом рассказать, то, ну, как бы, они станут галтовочными телами, эти две детальки. Вот. Наверное, поэтому я думаю, что это хорошо. Ну, в плане того, что это дает выбор. Можно остаться с пескоструем, если он нравится и кажется нарядным, благородным, равномерно приятно, ну, как сказать, ну, да, равномерно. Равномерно и приятным, однородно, правильно сказать, матовым. Вот. Ну, либо, если нож охота более надежно держать в руках, если он будет реально работать, если он не просто лежит на полке, то точно нужно двигаться в сторону Stonewash. Это вот мое такое достаточно четкое мнение. И не только на ножах заказчиков, но и на своих. И я потихоньку там в процессе постараюсь еще Ганзовский Миновский тоже такой же подвергнуть переделке. для того, чтобы посмотреть, насколько он изменится внешне, насколько это будет лучше. Вот. Пишите в своих комментариях, что вы думаете. Надеюсь, видео было интересным. До свидания.